Ха-ха! Всем привет, уважаемые наши друзья, подписчики, да? Родственники, всем-всем привет! Скажи, скажи, хай! Илюша, скажи, хай! Очередная съемка ведется... Сейчас посмотрим, ведется? Да. Ведется на абсолютно новенький iPhone 13 Pro Max. Посмотрим, есть ли разница с iPhone 12 Pro Max, да, Илюша? Случайно так получилось, что я вам расскажу историю последних дней, так что приготовьтесь слушать, если вам интересно. Если не интересно, то вы включайте. Вот. Были очень большие эмоциональные падения, эмоциональные подъемы у меня. В результате это привело к тому, что я взял телефон в руки и начал снимать видео. Давно не снимал? Хе-хе-хей! Да, еще в преддверии всего этого, да, Илюша, мы собираемся в наше долгожданное путешествие. Которое мы мечтали всю жизнь. Это путешествие на автодоме всей нашей семьей замечательной по Америке на где-то 4 месяца. Да? Да? Подписчик, пока! Подписчик, привет! Хе-хе-хе-хе! Муа! Хе-хе-хе! Вот. И расскажу вам историю, пока мы катаемся с Макса на велике. Гуляем с Илюшей на руках. В общем, в пятницу мы запланировали 20 мая выезд нашей семьей, большой наш трип по всей Америке. Всем рассказали, оповестили. Вот. Собирались долго, потому что нужно было не просто собрать автодом на 4 месяца вещами, великами, там и куча всего-всего-всего интересного, но еще и почистить, вынести все вещи из дома полностью, почистить дом и территорию, так как мы на эти 4 месяца сдаем дом в аренду. Кстати, ария Спатенбург и Гринель продолжает расширяться интересными вещами, местами, точнее. Вот здесь был лес, лес срубили и сделали тут какую-то кафешку, видимо, для фудтраков. Там какой-то, какая-то поляна, то есть сделали дополнительное место отдыха, очень интересно. Скорее всего, да, это кафешка и зона отдыха, возможно, с какими-то игровыми, да, и игровыми мероприятиями. Да, вот Коменсун, Фрайтвилл, о, да туда, тут еще несколько помещений будет, или построено уже. А, вот там уже построили, да. Илюша захотел встать на землю и походить. Устал ехать у меня на руках. А? Да? Все. Ты все, по лестнице хочешь поползти? Ааа, да? Или что, кружишься? Да, кружишься? О, кого-то увидел, да? Кого-то увидел? Кто это? Скажи хай. Хей-хай. Они тоже на велике? Да, они тоже катаются, да? Скоро мы все будем кататься. С собой взяли все велики и будем гонять вместе все. А Лешу велики-то они взяли? Взяли-взяли. А твой? И мой тоже, и мамин, и Тимин. А Илюша будет на руле у меня сидеть в специальном кресле. Да. И что же происходит? Мы, значит, все уже собрали. Все почистили. Я сел в машину и подвез ее к трейлеру, кпереди трейлера, чтобы подцепить. И Макс сел в машину тоже. Я говорю, Макс, все, я пошел маме и всем детям говорить, что мы поехали. Я их сейчас позову, подцеплю трейлер и мы поедем. И я выхожу из машины. Машина, естественно, заведенная, потому что кондиционер, жарко на улице. В машине уже у меня телефон, документы с карточками, кэш. Мама, мама. И тут я поворачиваю голову, и с заднего двора выходит Тимин. И я такой, фу, я присел аж. Как? Это невероятно. Как такое вообще может быть? Первая мысль. Я сажусь в нашу красную машину. Мы ее уже запарковали под навес. Уже прям там вплотную к... Вплотную к этому... К стенке. Чтобы было место для тех людей, которым мы сдаем. Чтобы они тоже могли парковать. Все, выезжаю и говорю, Тима, звони 911. Выезжаю и гоню вообще. Ну, уже прошло, наверное, минуты полторы. Как машину угнали. Естественно, я ничего не нахожу. Где-то полчаса я езжу по окрестностям. Гоняю, гоняю. Уже приезжаю назад. Тима звонит, говорит, типа, приезжай, полицейский уже здесь. Я приехал назад, я в шоке. Я ничего не соображаю. У меня трясутся руки. Я... Я не знаю, как об этом говорить. Это до сих пор я... Уже прошло три дня и два дня. И я до сих пор еще в шоке от этой ситуации. Не могу никак отойти. И получается, что... Мы все рассказываем полицейскому. А я ему говорю, так вы будете искать? Надо же быстрее искать. Он только уехал. Надо объявлять там план перехват. Надо как-то смотреть камеры, куда он уехал. Он говорит, да, да, сейчас все будет. Все будет. Какой будет? Уже прошло там, не знаю, час уже прошел времени. В общем, где-то часа два. А! Что? Пять белых и один побьем. Классно! Классно, ты молодец. Ты с ними поздоровался? Пять белых ко мне пошли, одна ли ко мне не пошла. И четыре бобьера не хотели ко мне пошли, один только пошел. Понятно. Ну, так, и ко мне пошли. Пять боберов! То есть, да, один бобер и... Да! Там еще, папа, ты знаешь что? Что? Там еще было... Там еще был номер не 6, а 7 и 8. Да, представляю? Представляю. В общем, два часа где-то он заполняет, в общем, все эти... Все, пошли, пошли. Илеша, пойдем дальше, бей, бей, бей. Заполняет всю эту информацию по поводу наших документов. Спрашивает там все. Говорит, карточки какие у вас? Какие у вас карточки, короче? Я говорю, я ничего не знаю, у меня все в телефоне. Как я могу вспомнить, какие у меня карточки, какие номера карточек там? Все потому, что у меня там все карточки остались. Ваш драйвер-лайсенс, там я нашел фотографию на Мариином телефоне, чтобы была в Google фото. Да, класс! Вот. И шок продолжался. Я пытался найти свой телефон на Apple ID у сына, у Тимофея и у Алексея, но я не мог вспомнить пароль своего Apple ID. Такой шок был это вообще. Это просто жесть. А? О, да, точно, как много их там, ага. Перезадил Илюзу на шее, так как мне тяжеловато, его немножко нести с одной рукой, вот так вот, немножко позицию поменял. И он что-то не очень уже хочет так ехать, так вроде бы ему еще нравится. И все, полицейский уже уезжает. И где-то только через 2-3 часа я немножко успокаиваюсь, совсем чуть-чуть и начинаю звонить в банки. Так как в приложении я не помню пароли, поскольку все было Apple Face ID. И вот, на каждый банк пришлось потратить по 15-20 минут, пока эти все автоответчики, они там спрашивают вашу карту, я карту не знаю, там другая идентификация по номеру social security там, по каким-то этим секретным паролям, в общем, секретным словам. Ну, еле-еле, в общем, я блокирую все мои 5 карт, вот, и все трясется, все непонятно, что вообще, что делать. Как такое вообще может быть, как такое может произойти. И еще переживание того, что Макса могли тоже увезти. Мы там ходим по соседям, говорим, что как вообще такое может быть. Все соседи говорят, такого здесь вообще никогда не было. Там соседка напротив нас, пенсионерка, ей 52 года, говорит, я здесь родилась, никогда машины здесь не воровали. Может, бывают там периодически какие-то мелкие кражи раз в год. Ну, может быть, как у всех, я не знаю. Может, такого, такого никогда не было. Все в шоке. Вот, и параллельно еще всему этому у меня в бизнесе случаются проблемы. У меня ломается один из пикапов. Он до этого еще барахлил несколько дней. Пытались его там немножко отремонтировать. Тоже искал там сервисы по дороге и так далее. И тут сообщают мне, что все, пол сломалась, коробка. И что-то нужно решать, срочно ехать там, решать эту проблему, лететь в дилерскую, его там отвозить, искать новый трак на замену, чтобы водитель дальше смог работать и доставлять машины. И потом еще один, второй водитель звонит через какое-то время. А он там как раз получилось, что недалеко от того, что мог помочь там, в общем, немножко перетащить там трак, трейлер. И у него ломается трейлер. Тоже это, получается, суббота, ничего уже не работает. Надо ждать понедельника. Ну, короче, простой. То есть я теряю деньги, теряю деньги, которые можно заработать, теряю деньги, которые нужно потратить на все эти ремонты. И это все происходит в этот день. Это просто, это просто crazy. Ну, это на следующий день произошло, получается. Ну, как я уже запутался. Ну, в общем-то, в этот, частично в этот, частично на следующий день. Что такое, Макс? Неудобно? Ну, переодень. Переодень. Ну, сделай удобно. Вот. Все. Пока я просто ослаблюсь, а не неудобно. Теперь мне тоже будет неудобно, а я с него уже неудобно. Окей. Хорошо. А? Подождать? Окей. Ну, в общем, на следующее утро мы едем в Verizon восстанавливать мою симку, потому что телефон утерян. У меня там вся работа, весь бизнес. Нужно срочно восстановить. Приезжаем туда, в Ryzen, мы ей говорим, что, ну, что, в общем, давайте, а у меня, как бы, там 4 линии, и все застраховано, 50 долларов плачут за страховку. И они говорят, у тебя только 3 линии застрахованы, а твой телефон не застрахован. Я говорю, как так, как такое вообще могло произойти, зачем мне это нужно было, платить 50 долларов, если бы я бы доплатил еще чуть-чуть и сделал бы все на все линии на страховку. Не знаю, почему они так сделали. Плохо. Ну, они меня обломали, короче. И в итоге, ну, у Марины был старый телефон, 11-й айфон, я туда вставил симку, но из-за того, что телефон утерян, я не могу перенести никакие свои данные. И я, получается, утерял полностью все свои данные, все более тысячи контактов, которые у меня были. Ну, просто это бред какой-то. Я не знаю, почему в iCloud это все не сохранялось. Я, может, что-то там не понимаю, но сейчас надо, конечно, разобраться с этим, чтобы все, все новые восстановленные телефонные информации, все это, контакты, все это, чтобы в iCloud сохранялось. Чтобы даже если телефон утеряется, оно смогло восстановиться. Потом мы уже все собрали, все вещи, все продукты в вододом занесли. То есть подъели остатки, заехали в магазин, чтобы купить немного продуктов еще. Как раз мы непонятно, что с машиной и вообще, когда будет страховка. То есть если машину не найдут, то страховка будет выплачивать через 30 дней в течение месяца. То есть 2-3 месяца мы без машины. То есть мы собирались в путешествие, это шок реально просто. И понятно, вы можете сказать, да, что, как бы там, какой у тебя шок там, у людей там дома взрываются, там где-то может быть еще что-то там и так далее, детей воруют. Но у каждого, как бы, свои ситуации. И это нестандартная ситуация, у меня в жизни такого никогда не было, чтобы вырывали машину. Особенно из-под носа у тебя, от твоего дома, в спокойном районе, где никогда этого не происходило. Вот, тоже можно понять. И когда мы собирались в путешествие, о котором мечтали всю жизнь. Вот, и потом мы едем в Банков Америка, чтобы узнать, как мне дебетовые карты переоформить. Потому что дебетовые карты, они просто, так сказать, закрылись. Локт сделались, но они не переоформились. И в этот момент, часов 11 было где-то утра, может 12, я уже не помню точно. Кто-то мне звонит на телефон и что-то говорит про мою машину. Но он не сказал find или что-то такое. И я, типа, wait, 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 you find my car? Он говорит, yes. И я такой, вау, это невероятно. Как так? Где? Что? Почему? И рассказывает, что вчера машина была украдена в 5 часов вечера, в пятницу. И человек, который позвонил и сказал, что здесь стоит Infinity какая-то уже со вчерашнего вечера, это был пастор церкви. То есть машина стояла на парковке маленькой баптистской церкви. Пастор рассказал, что она приехала где-то в 9-10 часов вечера. И он уже ложился спать. На утром просыпается, куда-то уехал по своим делам. Она все еще стояла, приехала. И она все еще стоит. И он позвонил в полицию. Что за машина? Приехала полиция. Ну и, в общем, короче, нашли машину. Мы приехали быстро туда. Там 10 минут было нам от банка. Оказалось, что это вообще в 3 минутах от нашего дома. То есть в машине остались ключи. Остался мой бумажник с документами и карточками. Но не было кэша и не было моего телефона. И еще преступник оставил свой телефон. Он потерял свой телефон, представляете? Приехала другая машина. Она сняла опечатки пальцев. Забрала телефон. Ну и поздравила нас с поиском, с находкой. Это было невероятно. Ну все, мы приезжаем домой. Очень двоякие впечатления. То есть вчера такое падение эмоций. Сегодня такой взлет эмоций. В процессе еще у меня проблемы в бизнесе. Мне нужно решать. И очень тяжелое эмоциональное состояние у меня такого. Я не помню, когда было в последний раз. Я до сих пор еще... Сегодня уже... Это случилось пятницу. Сегодня уже воскресенье вечер. Прошло двое суток. Но я до сих пор еще до конца не могу отойти от этой всей ситуации. И вроде бы мы можем уже ехать в путешествие. Но карточки были все заблокированы. И их отправили новые. Поэтому две карточки удалось сделать так, что они придут в понедельник. Поэтому я две карточки дождусь завтра в понедельник. И мы поедем уже. Потому что как без карточек-то ехать. А остальные карточки, которые придут, попробуем попросить кого-то, чтобы они прислали нам потом куда-то на адрес. В Нью-Джерси, наверное. Потому что мы там планируем в неделю быть в Нью-Йорке. Мы сейчас попали под сильнее судор. Почти все промокли. Но мужчина вот темнокожий нам помог. Взял Максика велики. Его под зонтик. А я шел под... Там пластиковая такая панель была. Ну, она там валялась. Ну, вроде бы так. У меня бок только промок сильно. А... Бересу вроде более-менее сухой. Ну, все. Где-то сколько? Минут 20, наверное. Пошел дождь. Мы минут 10 прошли с дяденькой. Сейчас он вроде закончился. Ну, так чуть-чуть моросит. И цикл. Ну, такая вот невероятная история. С кражей и находкой автомобиля. Вот. И мы уже готовы ехать, но ждем еще карточек. Но в результате этого мне пришлось купить новый телефон. Вот. Его просто добавили в кредит с тем телефоном, который я уже выплачиваю. 289 долларов. У меня там было сейчас будет на 12 долларов больше. Будет 301 доллар. Вот. Одно пришлось. Марине старый телефон. 11-й. Айфон сдать за... Они его взяли за 800 долларов. Как трейд-ин получается. А новый 13-й промок стоит 1200. Ну, в общем, 400 долларов мне стоял только этот телефон. Ну, еще кредит. То есть, я еще буду его плачивать по 12 долларов в месяц. В принципе, на этот затрат не ушло. Ну, жалко, конечно, телефона. Ну, в данный момент не ушло затрат. В процессе уйдет. Никак бы финансов. Аккуратно, аккуратно, Макс. Так что, ну, самое главное, машина нашлась. И, конечно, не дай бог, кому-то пережить такое. Надо быть все-таки в любом месте очень внимательным. Хотя, большинство людей, которые живут в Америке, спокойных в таких городках, никогда не закрывают машины и заводят их, заходят домой, там кондиционер работает. Либо оставляют детей там хотя бы на пару минут, пока ходят в магазин. Ну, в общем, конечно, жесть. Но, слава богу, что все закончилось. Хорошо. Ну, и приглашаю вас всех, обратить внимание на наш канал семья Саверченко-блог или мухту из УСА. И мы будем выкладывать видео с нашего американского путешествия на автодоме. Плюс, смотрите наши инстаграмы Саверченко-фэмили и мою тоже инстаграм Павел Саверченко. Ссылки будут под видео. Всем пока. Все. Хотел сказать, что всем любви, здоровья, добра и божьего благословения. Павел Саверченко-фэмилии. Павел Саверченко-фэмилии. Спасибо. Павел Саверченко-фэмилии. Спасибо.